Авиарежим поставьте. А мы что, летим куда-то? За контентом? Это откуда звук? Бесплошет, в селеганах. Алло! Не стыдно? Попросили, авиарежим. Кому привет! Кому салам алейкум. Кому саляги. Нет, какой саляги? Саляги в кузне? Нет, нельзя. Чтобы вы понимали, я пришел к Игорю, сказал, что мы будем записываться за Цаем. Позвал Игоря, ой, Игоря, Тёму. Я Игорь. Все купил Игорь, камеру поставил Игорь, с петличками разобрался Игорь. Вот. И отвечать будет Игорь. Ликера ты вообще нужен в этом. Можем еще ко мне на канал взолить и все. И все просто вообще. Игорь и Алинин сегодня у нас в гостях в формате за Цаем. Спасибо большое, что приютил. Кстати, Эл меня звал во второй выпуск. С кем был первый выпуск за Цаем? С тобой? Да, он мне звал второй выпуск, а в итоге... Какой сейчас выпуск? Большой выпуск? Седьмой, восьмой. А он тебя позвал и тебе пропал? Да. И что за человек ты? Нормальный. Нормальный. И мой прекрасный со-ведущий Артем Нечаев. Я дэбрю. Я современен. Чувак, он вредный, 2021 год. О, ляу. Ты как вообще? Нормальный? Сам как ты живешь? Супер. Нормальный, займбал. Тут у нас вопросы будут, короче, они разные. Бывают хорошие, бывают отличные. Бывают отличные. Я видел такой классный тик-ток. Сейчас же много мемов идёт по поводу нового трейлера Челок-опуха. А, про разные языки. Да, да, осьминога. Я тоже вспомнил сейчас. Дарол, заебал. Не понял? Ты смотрел трейлер Человека-опуха? Ну, вместо «Привет, Питер», Питер, осьминог, говорит Человек-опуху. Дарол, заебал. Ну, наверное, надо смотреть, что... Пиздец, ты вообще старый, у меня, тик-токи, это жин, ты чё, вау. Я недавно миллион набрал. У меня вышел самый средний подкаст. И он миллион собрал? С летучей мыши. И отрывок с лысым Фезей, которому никто уже не поможет. Собрал миллион. Миллион собрал в тик-токе, у меня ведь... А у меня недавно, короче, я в душе был и будто волосы прям сыпятся. Всё видно? Ну, это, может, не лосеешь, а просто у тебя, это, типа, осень, ты линяешь. Кружка такая маленькая. А бонусы по ссылке в описании большие, ребят. Badwinner дарят крутые бонусы в зарегистрировавшем по ссылке в закрепленном комментарии. Поэтому пользуйтесь и не забывайте, что там всегда найдутся нужные события. Классные коэффициенты. Первый вопрос. Ходить дома в носках или в тапках? В тапках. Типа удобно или... Ну, нет, ну, пыльно, грязно. Так можно почистить? Я убираюсь. У меня нет здесь, знаешь, я не вызываю себе клининг никакой. Я всегда сам убираюсь себе дома. Я, кстати, понял, как ты вызвал клининг и начал жаловаться, что это... Это был единственный раций и последний, наверное. Мне повезло несколько. А что не понравилось? Да ничего, я потом сам убирал задний еще. А что, ты сам начал наниматься? Я хотел время сэкономить. У меня там тяжко по времени было. Скупайку, скупать им должен. Ну, а так, типа, ты видишь, у меня нет ковров. У меня в основном лабинат. И поэтому... Игнат? Да, да. Нормальная? Нет. Да ты. У меня, кстати, сейчас был в ванной у Игоря и придумал вопрос за Цаем. Давай сейчас. Мыться в ванной или в душе? В душе. Ты просто... Смотри, я просто покупал квартиру готовую, и все, что там видел, это было. Ну, согласись, некрасиво, как минимум. Мне... Для меня самый идеальный вариант... Что некрасиво? Ну, там, плитка вродская. Зачем-то сделали огромную джакузи на полу ванной, а вот раковина такая вот. Зачем ты ее купил тогда? Дима, она по другим параметрам. Ну, они по ванной же убирают квартиру. Ну, я по туалету. Для меня идеально, типа, когда ты приезжаешь в отель. Знаешь, в отелях обычно строят такая вот, просто, у тебя плиточная кабинка душевая. А ты когда-нибудь снял в джакузи в эту? Да. Это нравилось? Ну, нормально, да. А ты душа снял? Один сидел? Хорошо. А ты душевая мечта жизни? Я и то, и то люблю. Отлично. Вот сейчас поиграешь в Теннис или футбол? Футбол. Футбол? Хотя, ну, сложно. Я в Питере сейчас был уже в поездке. Я там поиграл в футбол. Записал отличный проект. Да, я там поиграл в футбол с сотрудниками Зенита. Что, Зенита? Ну, с сотрудниками Зенита поиграли в футбол. Ну, как бы, ребята... Там был Денис Денисов. Нет. А Эльдис Тиманов? Нет. Ребята, типа, играющие, нормальные, там, хороший темп. Но у меня там тоже все ноги оттоптали. Правую, левую. Разные, что-то. В основном, колено там хрустнуло в моменте. Вообще, он не записал об этом в стульях. Я не устал. Мы поздно закончили, поэтому не устал. Просто дисклеймер. Я единственный, кто здесь сижу на стуле. Это они настояли. Я не хотел. Че? Это по теме-то, конечно, сейчас. Просто я сижу, мне стыдно. Чтобы вы понимали, он сразу пришел, сказал, я сел, сяду на кресло, я устал. А сейчас на камеру типа ломается, наверное. Самый эмоциональный день. Самый эмоциональный момент для меня был, когда я вернулся после Евро. Я был в Питере примерно месяц, плюс-минус. Я вернулся сюда, мне... Я вернулся домой. Что ты первое дело сделал? А это твоя квартира, ты не снимаешь ее? Да, я... Блядь, я здесь буду снимать ее. А здесь фоткаются с тобой? Фоткаюсь. Здесь? Да, буквально. В полях клубники. Фоткался. Нет. Но я ходил, собаку прогонял вот туда. Да, я... Такая стрюмная история. Это великая история. Это великая. Я такой, че он был? Пес, иди спать. И просто пес такой. Пошел. Пошел спать. Кого надо было. Просто я не понял. Сейчас треночек, блядь, я не знаю, где я. Расскажи еще раз, как это было. Суть в том, что у меня здесь такая открытая пространство, вон, поля, никаких домов. И здесь либо фура у тебя едет, либо в 4 утра у тебя начинают утки на озере крякать. Ну, блядь, крякают они пиздец просто. Ты ходил к уткам? Я хотел пойти. Сказать, утки, идите спать. Просто такой доктор Дулитл, знаешь, современный, который с животными. Я тебе больше скажу. Здесь закрытые парки только для жильцов. Вот этот парк, который ты веришь, туда нельзя попасть просто так. Нужен специальный ключ. И я из этих уток специально пошел, сделал себе ключ. Я его год не мог сделать. Я просто в моменте чуть утром не пошел, в 4 утра, чтобы там просто камни не покидать. Какие камни надо покормить? Слушай, а у тебя окно открыто или что? Или просто такое окно у тебя, звукоизоляционное? Когда открыто, слышно. Когда закрыто, естественно, не слышно. Куда закрыто, ты летом в духотец спишь. У тебя есть какие-то? Да, но он прям над кроватью, это все, сразу болеешь. Жить Игорем Олейниковым тяжеловато. Старбакс или серф кофе? Серф. Я перестал в Старбакс. Вау. Почему? А ты знал это? Ну, мне было интересно все-таки. Может, он... Блин, я опять сказал вау в выпуске. Кто тебя пародировал? Лампик. Лампик. Атакуй. А что случилось? Да ничего, вкуснее, как минимум. Серф? Да. Вкуснее и дешевле. А сам бизнес Старбакс, кстати, до сих пор его восхищает? Да. Я читал биографию. Мы, кажется, говорили даже. Да-да, но я поэтому и поточняю, что ты можешь окончательно Старбакс. Нет, там же красивая история. Как его Говард, я не помню, как его зовут. Говард Тутко. Лап. А чем ты сейчас живешь вообще? Чем я занимаюсь? Ну да. Ну и ты, я так понял, закончил жизнь компьютерной... Компьютерную жизнь. Что вдруг произошло? Почему я закончил компьютерную? Ты просто поднял голову и помнишь, что сейчас 2021-й... Нет-нет-нет, ну несколько причин. Как бы, окей, да? Там компьютер я себе купил, там ремонт я себе купил. Да. Ну в плане какие-то там интеграции были, но что-то неприкольно все равно. Ну много времени на игры уходит, никуда ты тратишь. Другая причина такая, самая важная. Если бы этого не произошло, я бы дальше играл, наверное. Наша комьюнити, она немножко так распалась. Ну потому что игры там все перессорились. Игровой комьюнити? Ну с кем я играл? Я же типа не в соло играл. Так. А что же получилось в комьюнити? Куда же сиделись? Просто рассорились. Просто когда ты играешь... На фоне КС-ки? Да. Ну, например, это же, смотри, КС-ка, это же 5 на 5. Это командная игра. Если ты меня, например, где-то продал, там, не знаю, не подстраховал, не закрыл, меня убивает. Слушай, что ты продал? Да и похер вообще, убили и убили, ты выживешь снова. Нет, ты гол попустил, считай, типа. Ну, братан, ты играешь в фифу. Начнешь новую игру, допустим, и все. Ну ты ж, ты хочешь шашлык звания. Ты тут сих пор обиженный там намкался, что там тебе говорят, ты там иногда завод... Это футбол, и это человеческие темы, типа. Блядь, футбол и КС-ка, это одна и та же премия. Одно дело по факту, ты играешь, а другое дело КС-ка. Слушай, по факту, а тут ты что делаешь? Тут реально убиваешь целый день. Реальная вся история, что ты начинаешь? Абсолютно такая, что ты какую-то хуйню говоришь. Я, походу, ну не совсем, не вник бы в КС-ку и вся... Причем здесь вник, не вник, это такое же, блин, ну времяпрепровождение. Киберспорт и спорт, какая разница? Команда, игра. Кстати, серф-кофе, что там посоветуешь взять? Я не прям часто хожу в серф, у меня вот здесь просто нигде нет. Я заметил. Да, ну я обычно лата беру себе. Лата там, карамельный сироп и все. Блин, у меня Таня тоже подсела на серф-кофе. И у нас тоже она далеко, серф-кофе. И ты иногда, когда заказываешь, то они часто обменяют после часа ожидания. Офигеть. Ну, короче, ну жопа какая-то. И я что-то ехал как раз по Москве, и Таня мне говорит, зайдите в серф-кофе, закажи мне что-то капучино на карамельном сиропе и еще и молоко какое-то там типа сладкое, не знаю какое. Для меня это тоже самое, я просто перехожу, говорю, капучино с томого. А Таня, знаешь, так это назвала, что типа... Я такой, нифига себе. Типа знаток. Тоже себе заказал. Заказал себе две. Ну типа не пью, приезжаю к Тане, мы чокаемся. И я такой... Это так сладко было. Серьезно? Вообще жесть какая-то. Вот я, кстати, ненавижу очень сладкий кофе. Это вообще... Это как будто, блядь, просто в гору сахара, накапнули чуть-чуть капучи. Все, один глоток тебе достаточно? Я такой, не, я не буду, да. На второй. Кого ты возьмешь себе в команду футбольную в центр поля? Сипскану или Альхана? У вас же немножко разные позиции. Он такой оборонительный, ты больше впереди. Ну я-то мог бы закрывать. Еще ты заигрываешься постоянно и теряешь мячей. Не, ну здесь как бы... Ну давай, просто скажи кого. Да не, ну типа здесь даже думать, да, тебя возьмешь, потому что мы с тобой больше общаемся. Нет, а вот по футбольным качествам. И по футбольным, ну... Опять же, типа вы разные, но к себе в команду я тебя заберу. А ты, Тёмочек? Ну я уже взял Сейльхана в команду. Да ты ри. Че тут выбирать? Ими в центр поля. Когда пока деньги будут? У нас проблема... Ну, во-первых, сейчас осень только началась. Я не знаю, что сейчас у нас для зрителей. Октябрь, наверное. Очень сложно летом собрать людей. То кто-то где-то отдыхает, то начинается кубок фиферов кефир. Нам говорят, ну я не выйду из дома вообще. То МКС там у кого-то. То вообще жесть какая-то, жопа. У меня из-за этого турниры плохих шуток вообще, ну, уже самый долгострой в мире. Да, кстати, вот это я ждал контент. Жопа вообще. Ну вот. И из-за этого в Котеньке. Сейчас Миллер не может никак приехать из Питера. А нам нужны люди, понимаешь? Люди нужны. Тик-Ток или инст? Смотря что. Ну, просто вот... Блин, как же меня бесит это. Смотря что, смотря почему. Просто вот возьми все общее. Я не могу крестам, блядь. Возьми все общее. Что тебе больше нравится? Блядь, честно, я уже устал от этого всего. Ты старый? Мне, ну, наверное, сейчас тик-ток выберу, потому что там, хотя бы, знаешь, ты выкладываешь ролик, у тебя можно залететь на 100, 200, 300 тысяч. Ты такой, ну, хорошо. Я еще в форме. Еще могу. Я и спор. А, блядь, инстаграм. Вот сейчас пост выложил. Я, наверное, неправильно сделал, то, что выложил часов там 10-11. 1-го сентября все были на линейках, и у меня он полностью просил. Это что, такой пака? Нет, нет. Уху. С Питера на фоне памятника Петра. Ты его не видел, да? Ну, да нет, да пост сам по себе не очень был. С медным садником? Да. Смотрите, я с Петром что-то там обеконе. А как ты сейчас зарабатываешь деньги? Ну, я вам тебе могу рассказать так, обширную историю. Какая вайф? Ну, смотри, у меня закончился контракт с Фонбет в декабре. Потом типа ничего не было. И я там сидел, такой, на мили. Вот начал стримить. Донаты всякие шли? Донаты не особо нет, но у меня там было при интеграции. Такие, типа, выжить в месяц можно было. А потом... Подожди, а на мили сколько период шел? Ну, у меня было 2 месяца, когда у меня там... У тебя печи на карте было. Чувак, я помню этот момент. Да. Я этот момент понял, а я такой, ну, надеюсь, это прикол какой-то. А как ты вообще выживал? Типа мало ел или что? Ты не выходил из дома? Ну, мне, в принципе, никуда не нужно было выходить из дома. Я не помню, я не помню, что я делал. Я не то, что себя там экономил на еде, нет. Просто не помню. Ну, просто, был такой период. Ну, типа, ты не мучился? Ну, как, типа, ментально на себя давил, что ты на карте 5000. Там, в моменте и косарь был. Ты думаешь, так, что-то, что-то не то. Но ты не занимал-то? Нет, я в том-то и дело старался не занимать. А если бы пришлось, у кого бы займил? Ну, я понял, родители. Я вот понял, что родители, это самый... Короче, кроме родителей, ты, по факту, никому особо не нужен. И поэтому, типа, даже я не стал никому лезть. Ну, пришел на Twitch, да? Да, мне там Twitch сначала принес деньги, потом что-то в мае Instagram ожил. Я не помню, кто... GGBet, мне кажется, пришел. Вот, мы сейчас только закончили. И потихоньку пошло-пошло. Потом евро. Во время евро у меня было там еще 2-3 компании с тем же «Газпром» мы тиктоки снимали. И в итоге, типа, мне только недавно выплатили все. Потому что евро тебе не сразу выплачивают. О, мне сегодня от евро пришло, прикинь. Поздравляю. Ну, вот ты понимаешь тогда, о чем я, да? А тем более еще в евро, скорее всего, ты тратил свои деньги, и потом тебе их возмещали. Да, да, да. Ты много потратил? Ну, сотку, я думаю. Ну, вот. Мне самой больше. Не, ну, я тратил там и на фидосы, то есть, ну, как бы все, от руки дали, а потом сказали, ну, типа, как придет бабки, мы это все... Попили. Вот, и получается, ты месяц как бы еще за свои деньги живешь. Потом тебе приходит только гонорар и возмещение этих денег. И потом компания, тот же «Газпром» тоже, ну, спустя такой месяц заплатили. И в итоге мне только в августе все пришло, и я вот сейчас себя так очень спокойно чувствую. У меня тоже недавно, мне как раз, когда закончилось с 1xbet-ом работать, о них предоплата. А с 1xbet-ом постоплата. И я просто, я понимаю, что я ебошу несколько месяцев. А бабок нету вообще. Блин, мне кажется, сейчас ребята, которые думают, что мы миллионеры, и такие, типа, я не вру. Не, ну, на самом деле, наверное, можно пойти по другому пути. Выйти на поле ебашить челленджи, закрывать пакеты и так далее. Да, мне кажется, уже это не смотрят люди. Да блин, да нет, ну, жизнь блогера, она в целом такая, вот прям волнами идет. Абсолютно верно. То у тебя до хера идей, вообще очередь съемок, там выплаты, и тут выплаты, и тут вообще какая-то вдруг реклама в инстаграме вообще за что мне такое. Вот, а потом ты понимаешь, что ты говно, а ты ничего не можешь придумать. Еще и денег нет. Да, и просто пиздец. Похоже, это все. И потом месяц проходит, блять, а я еще в строю. А я уже весь порой. Окей, хорошо поговорили. Блин, а я помню, извини, я сейчас вспомнил историю, я не буду имя блогера говорить, может, потому что он не хочет эту историю как-то афишировать. Но я помню, что он однажды, у него не было денег доехать до Поля, и он написал, типа, скинь меня на карту, на такси, я не могу приехать, типа, я не могу заказать такси. Ему скинули на карту, и у него сразу с карты списалась подписка там какая-то. Блин. Типа, матч ТВ, грубо говоря. И он такой, что ты знаешь что-то. Сборная Франции или Испания? Франция. Почему? А почему ты именно такие выборы дала? Ну, типа, среднички. Да еще, типа, один уровень, мне кажется. Ну, с Францией как-то больше. Ну, во-первых, мне Франция нравится. Париж. Я бы с удовольствием сейчас поехал в Париж. С удовольствием бы поехал в Париж и умер. Ну, по пословице. Ах, Истанин? В Испании, Мадрид, Барселон, не особо. Ну, это если локально брать. В плане, там, контент того же, да, у меня первый миллионик мой с МВП. Кто у тебя во Франции любимый урок? Хотя бы состав, знаешь, или просто потому что это Франция, и там красиво, и ты хочешь в МВП? Я очень хотел, чтобы Франция выиграла. Кому они проиграли сейчас на Евро? В Швейцарии. Да. И они бы попали бы как раз-таки на полуфинальный матч. Да. Причем в Питер. В Питер, да. А я был на этом матче, я прям топил жертву. На 1-4, да. Я прям жестко питал за французами. Ну, я хотел, естественно, чтобы Франция приехала. Ну, да. Но когда Швейцария играла с Испанией, да, я на стадионе прям все болели за Швейцарию. А кто тебя любил играть в Франции? В Франции? Ну, мне Лерис нравится сильно. Ну, вау. Лерис? Да хватит вау-кать. Лерис? Да. Лерис? Ну, да. Он даже не играет, мне кажется, не играет. Почему играет? В полном ротах, да? Ясно. А почему? Ну, нравится. Блядь, он вратарь. Внешне тебе нравится или что? Я помню, я не помню, какой матч. Я помню, там, жестко тащил. Какой-то важный матч. Кажется, за сборную на чемпионате мира. Ну, там, прям сделал игру. Ну, просто спросил, я ответил, что. Красавчик. Базарь. Лайос. Питер или Москва? Блядь, сложно. Это очень сложно. Питер очень атмосферный. Я сейчас приехал, я прям себе записал несколько идеек. Ты что-то ходишь, гуляешь, другая атмосфера. Если жить... Умереть. Умереть в Париже надо, да? Ну, не знаю, я не пробовал. Давай тянуть не буду. На данный момент выберу Питер. Именно просто по тому, что чувствую гордым. Если бы в России тебе предложили жить в другом городе, в любом, в каком-то же... Блин. Ну, Петербург не хочется говорить. Ну, скажи, Сочи, наверное. Сочи? Там армия много. И что? Отлично. Считаешь себя бичом или нет? Чем? Палкой. Бичом? А, бичом. А, бичом. Бичом. Бичом считаешь себя? Бичом, говоришь. А, че, классный вопрос был. Ты считаешь себя бичом? Так, отвечай. Когда у тебя косарь был на карте, считал себя бичом? Кстати, да, считал. Или же все-таки, ну... Ты, Игорь? Не, я достаточно спокойно был. Неприятно, но спокойно. Спокойно, бич. Ну, опять же, давай так. Если сравнивать, например, с тем же Темой или Федосом, то, наверное, да. Ну, у них как будто настолько толстая шкура, как говорится. Панцирь. Пошел мой. Ну, не знаю, например, там... Что я вспоминаю? Там Костя, ты что-то про фристайл, да? Плохий шут, как говорил. Да. И я выложил в себе историю. И что-то все, блядь, подумали, что я обиделся. Ну, тебе задело? Так, ну, нет. Вообще не задело. Ну, я это сам говорю везде. А тут Костян просто то же самое сказал. Ну, что обижаться. А по сравнению со мной? Сравнению с тобой? Ну, мне кажется, с тобой, понимаешь, здесь нет такого, что ты обидишься, понутрастишь. Мне кажется, если перейти у тебя к какой-то черту, то, ну, это все. Прощай. Ну, типа, у тебя либо да, либо нет, как говорится, да? Адидас или Найк? Такой банальный вопрос, но просто ты работал и в Найке, работал, представлял, амбассадором был. Да. Причем, при том, что у него реально был контракт, да? Контракт не был. А с адидасцией сейчас есть контракт? Да. Ну, и что он тебе ответит сейчас? Не, ну, с Найком у тебя было плотно прям. Да? Все хорошо, нормально. Ну, типа, даже убрать контракт, адидас. Адидас? В плане работы, в плане даже вещей, наверное. Вещей? Да, ну, опять же, да, я не знаю, какие сейчас вещи там выпускают. Я смотрю на бутсы, и дизайн бутс мне даже сейчас нравится больше. Взять иксы, которые вот эти вот, знаешь, клубенькие. Ты понял, какие? Угу. Или взять, которые белые иксы, или взять, которые с этим, сапсаном. Сапсаном? Ну, там птица такая. Это сапсан? Да, это сапсан. Красные, сапсан? Нет. Орел. Ну, это не орел, это сапсан. Орел. Это сапсан. Орел? Орел бутс. Вай3, вай3 это просто, это топ. Кстати, недавно выбирали слоган под новые бутсы, выбрали мой слоган. Это который? Ну, вот сейчас он выйдет, и он будет называться твой 99-й скилл. А ты сам придумывал? Нет, там, короче, были варианты, и нужно было найти вот то же самое, вот типа вот яблочки. И ты проголосовал за этот вариант? Я не проголосовал, я просто предложил. А я был тем человеком, который это ждал. Хера себе. А я вообще ничего не делаю. Походу, у меня контракт заканчивается с Adidas'ом. Если закончится, переведешь на другой бренд? Нет. Серьезно? Да, конечно. Если не, пумать, я предложил. Блин, я помню времена, как Темыч очень сильно хотел на Adidas. А его прям, его в какой-то момент прям игнорили, понял? Ну, конечно, игнорили, его не правильно. У Игоря был ролик про мечту, и каждый рассказывал про свою мечту. И я там рассказал, что я мечтаю работать с Adidas'ом. Вау! Мне кажется, в Adidas'е думают то, что ты рофлишь. Как это ты говоришь, что хочешь стать президентом Adidas'ом? Директором. Директором, просто. Adidas' Russia. А ты себя видишь вообще вот в такой себе работе? Конечно. Серьезно? Ну, а к чему мне еще делать? Финал, МКС, Тудро Центал. Так. За кого ты болел? Ну, наверное, грубо скажем, но... Да просто спроси, а МКЛ или... Короче, кто бы ты хотел, чтобы выиграл? Честно, мне прям не понравился этот МКС. Ну, по крайней мере, то, что я наблюдал. Я не был ни одного матча. Но каждый матч, который кто-то что-то выпускал, постоянно какие-то там полутраки, постоянно кто-то кого-то цепляет за чем-то специально, какие-то пресс-конференции устраивает, чтобы задеть, ну, и типа, забайтить на просмотр. И, как по мне, этот МКС, он прям реально байт на просмотр был, байт на вот это, как любят тот раз говорить, на эмоции. И, типа, нету какой-то, не знаю, правды, что ли. Типа, ну, меньше футбика, как будто бы. Ты соскучился по футбику, да? Я соскучился именно, знаешь, по такому чистому футбику. Не, блять, не шоу-бизнес. А здесь прям все сделано для того, чтобы кто-то что-то сказал, потом потолкался и так далее. Вот я видел сейчас, я не смотрел пока финал, я видел у Германа в заголовке, там, что Краб подрался с Крабом, да? Ну, если это действительно не там подрались, ну, это же пиздец полнейший. Ну, я тогда сильно заширюсь в финале из-за этого. Потому что, если бы мой брат играл бы против меня в другой команде, я никогда в жизни с ним не подрался бы. Меня больше всего еще удивило то, что Майк поднял руку, ну, на брата. И это, возможно, типа, в моей, ну, типа, в моем понимании это нормально, но не при всех. Типа, а еще когда папа у тебя смотрит матч, я потом у Дани посмотрел то, что папа у них был на матч. Для меня это вообще... А и после этого подойти и обнять, сказать, типа, классное ему шоу сделали. Ну, под затыльник, это же не драка. Ну, это как, типа, на футболе это драка, это удар. Ну, блин, Криштиану вчера вообще... Да, я тоже принял просто, типа, ну, там тип, конечно, крыса еще тут. Но я согласен с тем, что и вот этот на спорте промоушен, да, это вот как раз-таки топ-дог, хардкор. И мне кажется, это выстрелит, но я не рад этому, что это будет на хайп. До этого уже выстрелы, на каждой пресс-конференции по 300, там, 400. Ну, кстати, вот Майк мне прям очень сильно понравился на этом МКС. Я посмотрел, я вообще ничего не видел, я посмотрел интервью Егорова, и после этого я посмотрел еще обзор, и прямо еще классно. Мне Джорси Кипер поздноался. Не, 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 вне этого, вне этого, фу, бля, вне этого. Джорси Кипер и Прокоп. Поиграли. Блондинка или Рыженька? Блондинка. Рыженьку не рассмотришь? Акроп, брюнетки пропали. Да. Да нет, и все. Здесь просто очевидный ответ. Почему? Мне кажется, вот брюнетка или блондинка, вот здесь долго можно думать вообще. Нет, давай блондинка, Рыженька. Блин, друженькие девочки классные. Блодинка, блондинки классные девочки. У тебя есть еще? Ну, у меня МКО Тудроц был интересен, он, кстати, так и не ответил, что на МКО Тудроц. За кого вы обладали? Да. Ну, за МКО, наверное. Они ближе. У меня была идея потренироваться с командами, но просто не усердно. Я не хотел прям ролики, я придумал себе рубрику, которую хотел бы снимать, и я хотел... Я написал сначала ребятам из Матч ТВ, типа, блин, ребят, можно к вам на тренировку попасть, потренироваться, поснимать? Такие, да, да, конечно, классно, но с тренировкой закончились. Я такой, блин. Потом написал Рома Рою, Рома Рою в стиле лакера ответил мне, типа, ну, у нас сейчас сборы, потом матч, и вот на следующей неделе приезжай к нам. Я такой, ну, хорошо, ладно, я понял намек. И изначально я писал вообще-то дротцам, я хотел просто потренироваться с ними, я не хотел к ним в движуху лезть, просто хотел как-то в форму прийти, подвигаться. Мне кажется, они подумали, что я хочу к ним в склад попасть, и такие, типа, ну, нет. Ладно, расскажи, какие планы у тебя на будущее? Ну, хочется на YouTube вернуться, но хочется придумать нормальный формат. Один формат, с которым ты будешь двигаться? Или же просто, ну... Ну, просто, да, хочется с чего-то начать. Типа, ты мне говоришь, там, многие ребята мне говорят, типа, делай хоть что-то и всё. А как бы, а что, что-то? Мне нечего пока делать. Ну, да, аж просто что-то не хочется делать никогда. Ну, нет, спору нет. Мне кажется, что ты, что ты усложняйте немного себе жизнь. У нас есть классный формат, и можно просто попроще. Ну, всё надоедает. Ну, это вам. Ну, да. А зритель, да ещё не насытился? Подожди. Нет, естественно, мы сначала для себя. Для себя. Абсолютно согласен. Лучше зритель будет видеть Игоря, чем не видеть вообще. Ну, они тогда увидят футбольную мафию, которая им не зайдёт в любом случае. И скажут, ну, что-то раньше было лучше. Конечно, блядь лучше, потому что я кайфовал от этого. А сейчас я вижу одно и то же шаблон. Все ругаются, удаляют самого слабого игрока в команде. Он говорит, вы что, все охуели, вы меня удалили, потому что я самый слабый. Всё такие ха-ха-ха, ху-ху-ху, потом херак, какой-то молчун, который нормально играл весь матч, выигрывает то, что у него просто карточка мафии была. Ладно, Игоря, душевненько так посидели. Ну, я постоял и посидели. Я тоже так полупостоял. Я посидел. Посидел. Игоря, у нас есть добрая традиция, что в конце, нам играют в Counter-Strike. Да. Называют звание, которое мы возьмем в Counter-Strike и будем играть. Ладно, на самом деле, называй гостя следующего. Следующего гостя? Женя Хайджей. Хайджей? Да. Ну, я ему напишу, а то уже... Ну, давай, Хайджей либо Майк. Либо Майк. Пишите в комментариях, кто же будет, кого же просить, кого же звать на чай. Так, огромное спасибо Игорю Ленину за то, что... Коробзол. Угостил чаем, вкусняшками. И самое главное, классной беседой. Темыч. Что? Тебе огромное спасибо. Пожалуйста. Ты был сегодня сидячий. Спасибо. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Мы сейчас боимся играть в теннис. Да. Все время. Пока-пока!